Всем привет! С вами канал Дневник Системного Администратора. Сегодня я хочу поделиться с вами одной такой ошибочкой на ноутбуке Dell Inspired, по-моему 15 версия. Я точно не помню уже какая версия именно. И дело в том, что при загрузке системы естественно BIOS выдает такое вот предупреждение. Как видите, на скриншоте здесь, как видим, вот такая ошибка, что получается, она в переводе на русский обозначает, что, внимание, мощность и тип адаптера переменного тока не могут быть определены. Батарея может не заряжаться, система отрегулирует производительность в соответствии с доступной мощностью. Получается, компьютер начинает работать очень медленно и получается, понижаются характеристики вашего процессора. И так, может быть, конечно, такое, что у вас просто проблема, например, в док-станции, либо в адаптере питания док-станции, или же, например, вы просто заменили зарядное устройство от вашего ноутбука и выскакивает вот такое вот сообщение. Итак, как можно решить данную проблему? Дело в том, что бывает такое, что если, например, вы не меняли адаптер, а просто, например, у вас получился такой глюк, можно попробовать сбросить настройки биоса на заводские. Второе, например, если же вы поменяли адаптер питания, то, естественно, можно в настройках биоса, можно зайти в вкладочку advanced и там есть, получается, такая графа, называется адаптер безопасность, и там можно выключить данную проверку безопасности адаптера. И после этого, естественно, не будет влазить это сообщение и не будет ограничений на производительность вашего компьютера. Также еще одним способом, который помог лично мне, можно сделать сброс настроек. Дело в том, что первое, нужно отключить адаптер переменного тока, потом отключить все внешние периферийные устройства, отключить аккумулятор от ноутбука и нажать кнопочку питания на 30 секунд, получается, чтобы разрядить материнскую плату. Снова потом подключаете аккумулятор, подключаете адаптер переменного тока, включаете компьютер и у вас данная проблема исчезает. И таким способом вы просто побороли данную неисправность. Вот, в принципе, с таким маленьким решением проблемы, я хотел с вами поделиться, ребят. Я думаю, оно кому-то рано или поздно пригодится. Если оно вам зашло, понравилось, ставьте под видео лайк, пишите свой комментарий, напишите свой метод. Всего хорошего. С вами был канал Дневник Системного Администратора. Не ломайте свои компьютеры. Удачи вам!